Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Кого сейчас больше? Тех, кто говорит, что она молодец, или те, кто ее обвинили? Пока не очень понятно, потому что ситуация только проявилась, ну то есть вернее ее только обнародовали, ее там только в субботу арестовали, каких-то массовых протестов в ее поддержку я пока не увидела и не услышала, не прочитала, может быть я что-то пропустила. Я думаю, что просто это пока не сильно раскрученная информация и пока не сильно уловило американское общество, чтобы выявить его позицию. Но можем ли мы уже сегодня говорить о том, какой конкретный ущерб и кому принесла госпожа Виндер? Пока я вот из того, что я прочитала об этом деле, я не вижу тут какого-то конкретного ущерба, потому что фактически это расследование по результатам. То есть она-то выдала информацию, которая, ну она была засекречена, но в общем все уже произошло. То есть это вот не та информация, которая могла бы привести к новым взломам, новым хакерским атакам, еще чем-то. Нет, она скорее проинформировала, что такое было. Поэтому в общем-то здесь очень такое пограничное дело-то, она сделала то, что делают обычно журналисты. И в этом смысле очень сложный вопрос. И мне кажется, что она скорее попала вот в эту вот волну расследований, волну истерии по поводу снижения уровня безопасности, по поводу возможности взломов, которая началась вот с лета прошлого года, то есть с компаний. И здесь, ну в общем, американское государство демонстрирует себя, как любое государство, которое в случае опасности начинает закручивать гайки. То есть у нас бы госпожу Виннер точно так же приняли и точно так же мы бы ее обсуждали? Думаю, что да. Скажите, пожалуйста, а насколько вот эти свежие новости, это вообще заметный для американцев сюжет? Вы сказали, что в общем новость не то чтобы впечатляет и пока не очень понятно, как она работает. А что пишет американская пресса об этом? Насколько это сенсация именно для СМИ? Или это действительно уже обычная рядовая новость? Не знаю, не могу это оценить, сенсация или нет. Пресса об этом пишет, но как сенсацию легче было бы определить, был бы у меня доступ к телеканалам. Да, там сразу все понятно. Если по всем каналам рассказывают, точно сенсация. Поскольку у меня такого нет, я могу, вижу только прессу, а пресса, но она и об этом информирует. Скорее так, особо сенсационного ничего я не увидела. Но здесь зависит от того, в каком направлении они, куда это пойдет. То есть как эта пресса будет использовать. Если это включится в общий поток антироссийской истерии, то точно будет один из кусочков сенсации. Если повернется как-то по-другому или наоборот не станут они встраивать в общую мозаику, скорее всего дальше будет зависеть от реакции либеральных и либеральной общественности. Будет она это поднимать как сенсацию или нет? Виктория, а как вы думаете, насколько эта история будет долгоиграющей? Ну, Владимир Путин, как и полгода назад, сейчас говорит, что Российская Федерация не причастна. Более того, он говорит, что во всем мире одна спецслужба могла запросто подставить другую. Ну, то есть якобы чуть ли не ЦРУ стояла за этими атаками. Про долгоиграющуюся вы имеете в виду общую историю с хакерскими атаками? Конечно. Абсолютно точно долгоиграющая, потому что она вписывается в общую материю конфликта России и США. И до тех пор, пока она удобна и используется как инструмент, она будет раскручиваться максимально. Каждый любой момент, который появляется, и с этим можно связать, он будет с этим связываться. Потому что это сейчас вот в рамках общего противостояния истеблишмента Трампу, общего противостояния истеблишмента России. И не важно, что говорит наш президент, не важно даже, если мы все будем говорить, что мы этого не делали, доказать это невозможно. То есть это очень удобная тема, потому что один будет говорить «да», другой будет говорить «нет». И все. Для накала, для наращивания вот этого создания образа врага и наращивания истерии очень удобно. Слушайте, ну вот, например, политолог Николай Злобин, комментируя беседу Путина и Келли, констатирует, что на самом деле многие американцы не верят в российское вмешательство в выборы США. Вы знаете, я думаю, что по-разному есть те, кто не верят, те, кто верят. Я, например, к своему удивлению обнаружила даже среди своих коллег-специалистов, то есть американцев, которые занимаются и американской системой, и занимаются российско-американскими отношениями, обнаружила с удивлением, что они вполне допускают такую возможность и каким-то доказательством даже верят. Поэтому мне кажется, что сейчас так массировано средства массовой информации пытаются убедить в этом американское общество, что тех, кто не верит, будет все меньше. Ну, просто потому, что ты исходишь из той информации, которую тебе выдают. Если никакой информации другой, альтернативной нет, ну, в конце концов, в условиях конфликта не верить же президенту страны, с которой у вас конфликт. Это странно, да? Это странновато, да. Ну, завершая все-таки еще раз эту мысль, мы давайте попробуем понять насчет охоты на ведьм. Ждать ли нам следующего, я не знаю, там, гражданского специалиста? Как скоро ждать? Или все? Эта история так давно развивается, что, в общем-то, все понятно, и все козыри уже нам предъявлены. Нет, вы знаете, мне кажется, что здесь не стоит это, во-первых, не стоит подавать, как охоту на ведьм. Я думаю, что, опять же, это вот продолжающееся противостояние государства и общества, и здесь периодически будут такие люди появляться. Просто вопрос в том, что оно сейчас совпало с тематикой. Да, совпало и совпало, опять же, с заявлениями Владимира Путина в американской прессе. Да, тут еще и Путин, да. А как воспринимают, кстати, заявления Путина? Вы же читаете американские СМИ? Насколько пристально было внимание к тому, кому он это сказал? Что он сказал? Внимание очень большое, при этом меня неприятно поразило, что как-то, судя по всему, удалось американским СМИ создать такой негативный образ России, что Путин был воспринят во многом негативно, ему не особо верили. Вот это вот, вот это я увидела в реакции. То есть, несмотря на то... Да, что к нему приехали американские журналисты, в общем-то, известные ребята, да, люди с именем, и это не работает, это не позволяет, да, ему добраться до сознания американской аудитории. Конечно. Я думаю, что все равно надо разговаривать, и все равно он, конечно же, сделал... Он молодец, что он разговаривает. Другого способа изменить этот образ, который сейчас массированно создается, нет. Но пока не работает. Ну а как бы вообще бы вот NBC оценили эту передачу в принципе? Там смеются над ними многие, говорят, а, ну понятно, почему она поехала. Не знаю, я смеха не увидела. Передача достаточно жесткая, на мой взгляд, потому что, в общем, журналистка достаточно жестко к нему относится, с ним разговаривала. И те куски, которые, и как они ее порезали, тоже она выглядит так очень своеобразно. Не то слово. Да, по крайней мере она отличается от той версии, которую повесил Кремль у себя на сайте. Правильно, правильно, правильно. А мы, как люди с критическим сознанием, несколько источников всегда обрабатываем, делаем вывод, хотя бы из двух-трех источников информации. Понятно. Мне кажется, что на самом деле сейчас в той реальности, в которой мы живем, по-другому нельзя, иначе ты превратишься в агента вот этих самых навязанных идей. Стараемся избежать этой неприятной опции, превращаться в чего бы то ни было агента, и говорим большое спасибо нашей собеседнице, как всегда безотказно. Про американские новости Виктория Журавлева, заведующая сектором внешней и внутренней политики США, Центра северно-американских исследований и ММРА была у нас на связи. Виктория Юрьевна, спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Телеком-блогер, директор в компании FreeLiWiFi Russia, которая занимается как раз разработкой телеком-оборудования и софта, и зовут нашего собеседника Михаил Климарев. Михаил, добрый день. Как вы нас слышите? Всем привет из Екатеринбурга. Слышу хорошо. Чудесно. Екатеринбург, Петербург, почти одно и то же. Звучит хорошо. Ну, давайте напомним для наших пользователей, слушателей, зрителей. Власти США арестовали 25-летнюю сотрудницу компании, подрядчика Пентагона и разведывательных служб США. Арестовали ее, зовут Релити Левинер. Вот, и по данным СМИ, девушка подозревается в передаче секретного доклада АНБ. Ну, собственно, вопрос у нас простой. Действительно ли люди такого уровня и такого рабочего положения способны нанести такой вред? Опять-таки, технические аспекты нас интересуют, работа таких специалистов. Это мне вопрос, насколько я понимаю. На самом деле, технически вынести дат, ну, при современном развитии электроники, ну, не составляет никакого труда. Ну, то есть, вы можете взять, записать это на флешку, на телефон, сфотографировать. Никакие системы защиты информации. Если вы будете целенаправленно пытаться их обойти, не смогут это запретить. То есть, можно достаточно сфотографировать просто. Ну, собственно, вот. То есть, технически я не вижу никаких проблем. Если вопрос ставится именно так. Да, мы пытаемся просто оценить именно вероятность. Но, вы видите, здесь речь идет о девушке из некой подрядной организации. Я не знаю, можно ли этот опыт перенести на нашу территорию. Вы наверняка общаетесь с разными коллегами. Верится в эту историю или здесь слишком мало информации? Я пытаюсь разобраться, да, в том, что сейчас в прессе, ну, вот, как бы за полчаса я не смогу ничего, конечно, понять, как, что там происходит на самом деле. Да и, собственно, да, находясь в Екатеринбурге, что там происходит в Ленгле, тем более, это не смогу разобраться. Ну, вот то, что вот я читаю сейчас, вот эти все схемы, графики, пытаюсь прочитать вот этот текст на Intercept, такой сайт есть, на который, собственно, ссылается вся вот эта вот вся пресса российская. Тут, ну, как бы, это вопрос анализа, да, то есть, как они анализировали эту атаку, как они анализировали подход. Вот, и хочу сказать, что она достаточно субъективная, там достаточно поменять флажок. Вот представьте себе, что там на этой схеме, на красивом, на большое место, в левом верхнем углу расположен значок, флажок Китая, и схема совершенно вся меняется. Вот, а то, что в прессе, вот там на газете Ру, на такой еще мне сайт скинули, Ньюинформ, ну, да, 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 здесь в основном эмоциональное высказывание, что-то там про технику, я тут вот просто затрудняю что-то, что-либо сказать. Хорошо, но отвечая на вопрос, действительно человек такого, скажем, положения способен быть, да, разглашателем той или иной секретной информации, вы говорите, да, это вполне возможно. Вот все утечки, все скандалы, которые там происходили за последние, там, сколько лет, много лет, они на самом деле ведь происходили, в том числе, там, с Ноуденом надо вспомнить, он же тоже был довольно немаленький чин. В АНБ, поэтому, ну, здесь, ну, совершенно неудивительно, а кроме того, доступ к документации какой-то имеют же и технические специалисты, там, не самого высокого ранга, это тоже совершенно нормально, кто-то же должен этим делом заниматься, поэтому, ну, вот эта девочка 25-летняя, ну, то, что я, опять же, читаю в прессе, ну, я не думаю, что, там, в иерархии АНБ или ЦРУ, или где она там была, скорее всего, какой-то технический специалист. Понятно, но... Не вижу там, я понял, мы хотим понять будущее, где-то девочка, она сама по себе, она одна, нам ее показали и все, или нам покажут кого-нибудь еще, что вы можете, вот, предположить на этот счет? Так разберемся. Ну, вот, я попробую просто объяснить очень понятными словами. На самом деле, технически, здесь нет никакой технологии, здесь нет техники, здесь есть чистая социальная инженерия, политика и вот какие-то, видимо, там, внутренние их разборки, да, то, что там внутри у них творится. С точки зрения технологии, здесь, вот, просто мало информации, ничего сказать нельзя. С точки зрения политического момента, там, можно наговорить что угодно и предсказывать, что тоже что угодно. Может быть, кого-то найдут, скорее всего, кого-то найдут, ну, надо же кого-то сделать виноватым в проколах таких. Ну, да. Ну, хорошо, тогда попробуем все-таки далеко от техники не отходить, еще одна новость нам дарит хоть одну, но все-таки цифру, технический параметр. В докладе, о котором пишет, в частности, портал Intercept, да, где сказано, что якобы ГРУ провело ту самую кибератаку, уточняется, что российские разведчики якобы отправили более ста американским сотрудникам избирательной комиссии мошеннические электронные письма буквально за несколько дней до прошлогодних президентских выборов. Вот видите, у нас тут есть хотя бы какие-то параметры, несколько дней, сто писем. Можете как-то этот момент оценить, о чем это говорит, какое количество людей могло заниматься этим, чисто технически. Мы не говорим наши, не наши, американцы, русские. Мы говорим сто сотрудников, несколько дней рассылка писем. Вот это технически легко делается или не очень? Дорогие мои друзья, вы же все пользуетесь электронной почтой, вы все знаете, что это такое. Просто сядьте и попробуйте отправить сто писем. Ну, сколько вам на это время потребуется? Вопрос только в том, чтобы как подготовить эти письма, вот это другой совершенно вопрос, он как раз связан с технологическими. Но в основном все эти мошеннические фишинговые письма, они связаны не с технологией, они опять же связаны с социальной инженерией. И, ну, здесь, ну, сколько, ну, я отправлю тысячу писем за пять минут. Один. Но вы сказали, что нужна подготовка специальная до того, как... Ну, конечно, подготовка, да. То есть нужно было выяснить, ну, вот это уже как бы работа действительно каких-то там разведчиков, каких-то там специалистов, аналитиков, которые, ну, нашли эти адреса, нашли этих конкретных людей. Я не думаю, что это на самом деле сложно, потому что, ну, как правило, списки людей там, они где-то публикуются, где-то там, скорее всего, на сайте там есть какие-то контактные данные. И вот, собственно, по этим контактным данным и вот такая вот атака производится. А дальше нужно, ну, там, такая вот подготовительная работа, нужно выяснить, что это за человек, что он любит, или наоборот не любит, да, или там какие-то по работе, какими-то вещами пользуется. Это, да, вот такая серьезная уже такая, ну, вот хакерская работа. То есть сейчас, не подумайте плохого, да, хакеры сейчас не занимаются тем, что они ломают код, просто слишком информация, слишком большой. Как правило, это социальная инженерия. То есть это вот психология... А проясните нам, что вы имеете в виду под социальной инженерией? Это тот принцип, по которому реклама тебе сыпется в ленту того же Фейсбука, да? Нет, это надо знать человека и понять, с какой вероятностью он там кликнет по какой-то определенной ссылке. Ну, например, там, больше на это все походят нигерийские письма. Вот чистый пример социальной инженерии, когда вам пишут, что вот там человек такой-то, да, пытаются там как-то играть на слабостях людей, что они там хотят получить много денег на халяву, и потом уже вот такие вот разводки. То есть это вот ничего нового. Этим всем технологиям там тысячи лет. То есть эти технологии, они одинаковые что для шпионов, что для тех, кто пытается тебя втюхать какой-нибудь ненужный светильник? Жадность, страх и тщеславие. Жадность, страх и тщеславие. Можно эту уроку такую сделать, но не будем. Не нам. Президент России Владимир Путин высказал мнение, что за кибератаками США могут стоять американские спецслужбы. Ну, например, ЦРУ. Например. Насколько сложно себе это представить? Да не сложно представить. Точно так же, как и причастие этой группы, этой атаке, точно так же, как причастие китайских или европейских спецслужб. Такое в природе, в истории такое случалось не раз, не два. А можете привести какой-нибудь громкий пример? Да, Михаил, можете привести какой-то громкий пример, когда действительно одна спецслужба подставляет другую? Все думают, что это сделала она, а на самом деле это был кто-то другой. Я плохо, ну, как бы, я не знаю, там, сейчас не вспомню точнее о моменте всех этих историй, но такая история была, это, если почитать шпионские романы, это случается постоянно. Романы это все-таки выдуманное произведение, да, а мы здесь говорим о реальных фактах, от которых зависит будущее многих и политиков, и, как мы видим, людей, не вовлеченных в политику, вот девушку арестовали. То есть, Владимир Путин абсолютно прав, это мог сделать кто угодно и подставить и свалить вину на того, на кого нужно было бы эту вину свалить. Но я бы удивился, если бы Владимир Путин признал даже, что вот действительно там ГРУ провела такую операцию, да, и не попытался даже свалить на кого-то там. Вот, но, опять же, это все субъективное, да, это все политический момент, который к технологиям не имеет никакого отношения совершенно. Владимир Владимирович Путин может говорить что угодно, что ему выгодно, что в настоящий момент определяет там, да, какую-то политику. Точно так же, как и руководство ЦРУ, АНБ, FBI, кто там еще есть, будут утверждать совершенно обратное. Но, как технарь, скажите нам, подставить технически не сложно, можно сделать? Нет, нет. Вы же можете написать в ПОД СМА, что это КГБ, потому что я представитель КГБ, можете, можете, легко. Ну, а вот если мы сравним... Я не знаю, что сказать. Нет, мы ответили, можно, ответили. А если мы сравним, например, Россию и США, вот где лучше выстроена защита от внешнего воздействия? Ну, вот это очень интересный вопрос, на самом деле, да, на котором, наверное, хотелось бы немножечко поподробнее. Смотрите, что сейчас происходит. Вот все эти кибервойны, это же, по сути дела, война интеллектов, которая чисто относна, да, она зависит от того, как часто вы пытаетесь, да? Михаил? Соответственно, да-да-да, что я пропал куда-то? Да, чуть-чуть пропали, вы сказали война интеллектов, и дальше связь прервалась. Продолжайте. Война интеллектов, а интеллект составляет, ну, по сути говоря, люди. И чем больше людей вовлечены в процесс, тем больше вероятность того, что, ну, ваша позиция будет больше, более сильной. И понятно, что у США здесь самая ведущая позиция, поскольку все мировые технологические компании, они находятся в США. Там больше денег, больше людей вовлечено в это во все. И, ну, да, вот США лидер, технологический лидер всего на сегодня, технологический лидер мирового масштаба. Но им наступают на пятки Китай, где-то там, ну, в десятке. Можно поверить, это находится Россия. Мы значительно уступаем, имеется в виду, значительно уступают в этом отношении, как США, так Китаю, так и европейским странам. Это надо признать просто по одной простой причине, что у нас меньше людей, у нас меньше компаний технологических, у нас меньше, ну, соответственно, людей вовлечено в эти все процессы. То есть, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, скорее технически американцы могут нас подставить, чем мы их, ровно потому что ресурсы у них серьезнее. Вопросы целеполагания. Ну, то есть, если, ну, я не считаю американцев какими-то там белыми и пушистыми, которые там вот там живут и нюхают цветочки постоянно, точно так же, как я не считаю, что и в Китае такие же люди живут. А, естественно, они преследуют какие-то свои интересы, естественно, это все делается. Но доказать что-то вот на основании той информации, которая сейчас есть, которая на интерсепшен опубликована, я ничего не могу сказать, просто нет достаточного количества информации. Могли, могли подставить. Михаил, последний момент. Но это совершенно не следует из этого, что подставили. Мы двигаемся в каком направлении? Мы догоняем их по уровню технических способностей, знаний, там, навыков и опыта? Или все равно как-то вот неизбежно отстаем? Есть же какое-то движение? У нас же в это очевидно вкладываются, чем дальше, тем больше. Что мы знаем об этом? Я могу только на своем опыте и ощущениях это описать. Мы отстаем и отстаем. Чем дальше, тем больше. Спасибо Государственной Думе, спасибо политике партии в том, что у нас там блокируют интернет, в том, что у нас пытаются ограничить свободу слова. Это все сильно влияет на самом деле на развитие именно технологий. Как интересно. То есть борьба за безопасность внутри выходит боком с точки зрения борьбы за безопасность снаружи, так? Совершенно верно. Странно. Ну вот это так говорится. Давайте я попробую объяснить. На простом совершенно примере. Вот смотрите, вы, например, какой-то злодей и пытаетесь связаться с другим злодеем по каким-то телекоммуникационным каналам. Вы заведомо знаете, что ваш телефон прослушивается спецслужбами и вас могут поймать. Вы будете им пользоваться таким каналом? Очевидно, нет. Очевидно, нет. А теперь представьте, что у нас на всю Россию, на весь мир заявляют, что все телефонные звонки, вся переданная информация, которая вообще передается по телекоммуникационным сетям, будет записываться и храниться полгода. Вы будете пользоваться вообще хоть какими-то телекоммуникационными каналами, без того, чтобы каким-то образом защититься. Вы злодей, напомню. Очевидно, да. Очевидно, да. Отсюда совершенно простой вывод. Пакет яровой, то, что там по записи на полгода всей информации, он нисколько не поможет безопасности страны, сколько навредит ей. Ну что ж, доходчиво привели пример. Единственное, что я от себя позволю в этой связи. Во-первых, я поблагодарю нашего собеседника за этот небольшой ликбез технический. Михаил Климарев у нас был на связи, телеком-блогер, директор компании FreeLiWiFiRussia. Она занимается разработкой телекомоборудования и софта. Именно поэтому мы, Михаил, это и спрашивали о технических аспектах. А что касается того самого пакета, то сроки реализации положения в рамках его охранения пользовательских данных, могут быть продлены. Об этом, как мы знаем, заявил глава Росттехнологии Сергей Чемизов в кулуарах ПМЭФ. Эту новость вы наверняка видели. Так что здесь все не так однозначно. И, может быть, мы поторопили события, когда все настолько сильно испугались, что сказали, что все совсем плохо. Видите, не работает у них пока. Что логично. Что логично, опять же. Но об этой логике мы поговорим как-нибудь в другой раз. Михаил, спасибо вам большое. Было очень приятно. Екатеринбургу привет. Петербург рядышком, как вы понимаете. Петербург. Петербург. Петербург.